Всем привет! Сегодня у нас необычный обзор, так как мы с вами посмотрим на осветительный прибор от компании SWIT. Необычный он по двум причинам. Во-первых, осветительный прибор такой мощности и размеров мы еще не обозревали. А во-вторых, я думаю, большинство людей и не знали, что компания SWIT делает осветительные приборы. В основном все эту компанию знают по аккумуляторам и некоторые по накамерным мониторам. У нас, кстати, на обзоре почти самый мощный из линейки 90-ваттный прибор, который выдает 2200 люкс на 1 метр. Сегодня все эти цифры проверим, а также проверим главную фишку данного устройства. Давайте начинать. Пару слов о комплекте. Устройство поставляется в довольно удобном и хорошем кейсе. В нем мы можем найти блок питания на 15 вольт и 7 ампер, при этом диапазон вольтажа от 11 до 36 вольт. А значит, можно питать от автомобильного прикуривателя или от спарки двух V-маунтов. Также в комплекте сам осветительный прибор, шторки к нему, это идет как опция, и есть сменные софтбоксы в отдельной продаже. А также крепления для блока питания есть в комплекте и в принципе все. Батарея V-маунт в комплект не входит и покупается отдельно. У нас, кстати, самый большой V-маунт и на полной мощности прибор от него проработал 3 часа. А это довольно неплохой показатель. Температура при этом была 4500 кельвинов, а значит работали две пары диодов. Поэтому для съемки на улице, а если рядом еще и нет розетки, это как раз то, что нужно. На вид данный аккумулятор кажется небольшим и не тяжелым, но на самом деле вес внушительный, и на это также нужно делать упор. Предлагаю посмотреть на органы управления, которые находятся на задней части устройства. Прорезиненная клавиша включения и неспроста, так как это устройство защищено по стандарту IP54. Первая цифра защита от пыли и твердых частиц. И максимальный показатель в этой классификации 6. Вторая цифра от воды. Максимальный показатель в этой шкале 8. Что дает вам возможность использовать этот свет при дожде, тумане или же сценах с водой. На улице или же возле бассейна. Мы это также проверим. Но для этого вам понадобится водонепроницаемый аккумулятор. Например, такой как у нас, он также защищен по стандарту IP54. По органам управления мы видим два диммера. Один отвечает за температуру, другой за яркость. Ну и сразу же есть вопрос. Их расположение не совпадает написанному на экране, что не совсем удобно. Я думаю, что это можно поправить в прошивке, и так бы было интуитивнее, проще пользоваться данным прибором. Температура регулируется от 2700 кельвинов до 6500 кельвинов. Кстати, никаких эффектных режимов тут нет. У нас есть специальное приспособление для телефона под названием Luma. И с помощью него мы можем убедиться в правдивости показателей и также посмотреть на значение люксов, то есть яркости прибора. И есть еще один прибор Minolta. То есть мы без проблем можем сделать поправку на погрешность. По итогу, что мы имеем по значению? У нас есть панелька. У нас есть специальная разметка на 1 метр для того, чтобы проверить яркость панельки. Она на метре должна выдавать 2200 люкс. И мы сейчас это проверим. По приборам, что у нас есть? У нас есть колорметр Minolta, с помощью которого мы проверим цветовую температуру. Также у нас есть экспонометр Sikonic. И у нас есть телефон вместе с вот таким вот экспонометром Luma, который покажет нам также и люксы, и покажет нам цветовую температуру. Давайте первым делом включим панельку и посмотрим, какие у нее стоят здесь значения. То есть диммер видим на 100. И давайте поставим сразу же температуру 6500. Кстати, то, о чем я говорил. Крутилка здесь, параметры здесь. И наоборот. То есть если их поменять местами, будет немножко лучше. Предлагаю начать, наверное, с яркости. Для этого берем экспонометр Sikonic. На расстоянии в метр видим, что он показывает значение у нас 1080 люкс. Давайте еще для частоты эксперимента уменьшим диммер на нашем годоксе, который здесь. Так, все, теперь в этом помещении у нас работает только одна панелька SWIT. 1800 люкс. У нас показывает Sikonic. Итак, здесь у нас значение 2300 люкс. Это уже ближе к тому, что заявляет производитель. Здесь сразу же можем увидеть, что температура составляет 5500 кельвинов. На панельке, напомню, у нас стояло 6500. То есть есть уже какая-то погрешность. И теперь, если мы возьмем колорометр Minolta и проверим, то мы видим, что он показывает у нас 4650. У нас есть на нем небольшая погрешность в 250 кельвинов. То есть получается, что панелька у нас выдает, ну, сейчас 4950 кельвинов. Вот мы видим их рядышком. Можем проверить значение. Здесь 5580, здесь 4650. То есть Minolta у нас показывает 4900, здесь у нас 5580. Но, что самое интересное, как только мы поменяем значение на панельке на теплый свет, то есть у нас стояло здесь 6500, мы крутим 2700. 2630, то есть это уже ближе к тому, что показывает панель. Minolta показывает 2500, погрешность 250, то бишь 2700 кельвинов у нас оба прибора показывают. Ну и давайте для чистоты эксперимента поставим что-нибудь среднее, например, 4500. Minolta у нас показывает значение 3700, что у нас с погрешностью получается 3950. И Luma показывает 4 170 кельвинов. То есть, в принципе, мы видим, что приборы на холодных диодах показывают у нас почти разные цифры. Я думаю, что эта информация вам будет полезна при выборе этой панельки, если вы все-таки захотите ее купить. То есть вы знаете, какие данные у нас показывают приборы. И можно сказать, это не лабораторные условия, но все равно значение мы померили. И я думаю, что эти данные вам пригодятся. Теперь сделаем еще один замер. У нас есть белый листик. И сейчас попробуем с помощью белого листика выставить баланс на камере. И так, как мы видим, камера у нас показывает значение 5300 кельвинов. На панельке у нас стоит 6500. И давай сделаем то же самое, только в обратную сторону с теплыми диодами. И камера у нас показывает 2650. То есть на панельке 2700. То есть, в принципе, с теплыми диодами вопросов у нас никаких нет. Это еще одно подтверждение. То есть теперь мы понимаем, что три прибора у нас показывают плюс-минус одни и те же значения в плане погрешных. Сейчас на панельке у нас 5600. И значение мы видим на камере 4950 кельвинов. И еще, что важно понимать, есть небольшое смещение в грин на 1 десятую. А еще у меня есть небольшой документ с лабораторными тестами от самого производителя. Оставлю ссылку в описании. Сможете скачать и посмотреть. Ширина луча светодиодов составляет 70 градусов, что достаточно узко, как для прибора рассеянного типа. Но количество светодиодов на матрице 480 штук. Еще пару слов об управлении. Если нажать однократно на любой из диммеров, то мы сможем изменять значение быстрее. Например, яркость сразу по 10%. Очень удобно, что есть такая возможность. Но есть и минус. Панель управления находится на самом приборе. И если он на высоте 2,5 метра, то неудобно лазить и не видно на экране показатели. Приложение для управления с помощью телефона отсутствует. Есть только разъем для DMX контроля. Кстати, сама компания Sweet делает свой фирменный контроллер, но его нужно покупать отдельно. Также нет никаких беспроводных пультов для управления. Если зажать диммер, то сможем настроить канал и адрес DMX управления. Это нужно, когда у вас несколько устройств и они загрепованы в сложно доступных местах. Тогда с помощью одного пульта вы сможете настроить как яркость, так и температуру. Ниже есть три разъема. Первый для питания от сети и второй и третий как раз для управления DMX. Кстати, сама панель довольно тонкая, 22 миллиметра. И может показаться, что V-mount на ней будет закреплен не совсем надежно. Но все-таки он фиксируется хорошо и никуда не падает. Насчет веса она довольно-таки тяжелая, особенно с V-mount на ней. Вес самой панели 4,8 килограмма. Шторки где-то 1 килограмм, V-mount 1,5 килограмма. И в итоге получится 7,3 килограмма. Если установить весь этот сетап на экстеншн, то он будет прокручиваться. Также хочу обратить ваше внимание на то, что у корпуса присутствует некий изгиб. То есть к середине панельки задняя крышка немножко выпирает. Вы сейчас можете видеть это на подсъемах. Скорее всего, это техническая необходимость. Ну а теперь предлагаю выйти на улицу. У нас как раз идет снег. И проверить, насколько данная панель справляется с такими погодными условиями. Итак, друзья, теперь вышли протестировать, как панелька работает на улице. Поставили камеру, у нас как раз идет дождь, поэтому проверим еще раз панель на водонепроницаемость. По настройкам камеры у нас 25 кадров, выдержка 1,5, 2,8 диафрагма и 400 ISO. Баланс 5,600. Сейчас панелька у нас работает на 6,500 и это у нас 10%. Да, 6,500 по факту у нас по нашим измерениям это 5,400. Вот где-то тут я сейчас встану в кадре и в принципе вы можете увидеть, что у нас там сзади есть лампочка, которая дает небольшой рефлекс. И давайте посмотрим, как в принципе выглядит картинка по свету, по экспозиции. Так, теперь у нас установлено 20% на панельке. Мы можем увидеть разницу вот с светом от панельки, вот без света от панельки. Теперь ставим на диммере 50%. Вот без панельки и вот если панельку поворачиваем. Достаточно широкий угол, то есть вот можно вот один край, вот центр и вот правый край панельки. То есть достаточно большие обороты я делаю. Как видно по экспозиции у нее лучше достаточно широкий. То есть несмотря на то, что у нас у диода 70 градусов угол рассеивания, то за счет от этого фроста все равно получается довольно-таки рассеянный свет. Только что могли это видеть. Так, подняли диммер на максимум. Это 100%. Переместили немножко ближе к стене свет. Теперь переставим панельку на контровой свет. Так, теперь смотрим, как все это работает на контровом свете. Давайте померяем, насколько на расстоянии от камеры. Значит, раз, два, три, четыре, пять. То есть от камеры до человека у нас 5 метров. Раз, два, 17. И 17 метров от человека до панельки. Итак, сама панель у нас работает на 100%. Видим, у нас есть флюха. То есть если мы камеру немножко довернем, то мы увидим панель. Но с такого расстояния контур она, конечно, какой-то дает. Но все равно не сильно добивает. Так, переместили мы панельку чуток поближе, ровно в два раза. И теперь мы видим, что, да, она уже дает рефлекс больше. У нас даже появилась тень на здании. Так, теперь переносим панельку в другую сторону. От обратной, где она стояла на рисунок. И посмотрим, что она дает. Опять же, на максимальном диммере все это у нас происходит. Температура на панели стоит 6,5 тысяч кельвинов. На камере у нас все еще продолжает стоять температура 5,600. Итак, панелька у нас стоит уже на рисунок. Максимальный диммер. Считаем, какое у нас расстояние. 14 метров у нас от света до камеры. Ну и где-то 22 метра в общей сложности от источника света до человека. Вот мы сейчас видим картинку без света. Вот у нас появляется свет в кадре. Без света и со светом. И теперь смотрите, насколько широкий луч у этой панельки. Сейчас она не светит. Если поворачиваем ее, то видим, что она добивает почти до третьего этажа. Вот так, я думаю, полностью видно угол ее рассеивания. Так, по значениям у нас в принципе все то же самое. Единственное, что мы поменяем баланс на 3200. Так как панелька у нас будет светить 3200. Сейчас она не работает. 1% яркости у нас. Поднимаем яркость до 20%. Опять же, можно видеть угол рассеивания. И теперь по диммеру ставим на максимум. На 100%. Итак, максимальный диммер. Панельку подняли как можно выше. И теперь смотрим, как у нас будет светом на актере. И если мы его уберем. Вот без света. Вот поворачиваем его обратно. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. И делайте выводы. Что можно сказать по итогу. В целом, панель очень крутая. Возможность снимать под дождем. Да еще и компактные размеры. Добавлять плюсики этой панели. Мы еще запишем отдельное видео по работе с LED панелями. Как правильно выставлять свет. И все вот это. Ну, а свои вопросы вы можете задавать в комментариях под этим видео. Также не забывайте подписываться на канал. Пишите еще в комментариях, какие бы другие приборы от компании SWEET вы бы хотели увидеть у нас на канале. Обязательно сделаем обзор. Ну, и не забывайте подписываться, оценивать данный ролик. И делиться им со своими друзьями. С вами был Даня, канал TechUnion. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok